Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях участники инструментального трио «Сильвупле» Дмитрий и Юлия Пятницкого. Здравствуйте! Здравствуйте! У вас такое необычное трио. Расскажите о нём. Что за трио, какую музыку вы играете? Трио у нас действительно необычное. У нас состоит оно из инструментов разных по балансу звучания. То есть это две домры и гитары. Собрались мы, когда были студентами в Рязанском музыкальном колледже, у нас была такая дисциплина, как ансамбль. И вот наш преподаватель Владимир Викторович Ильин решил поэкспериментировать. То есть и совместить эти инструменты. К счастью, эксперимент удался. Мы даже выступали с концертами, ездили по области. А какую музыку играете? А музыку мы играем в переложении оркестровых пьес. То есть таких классических, более-менее наших народных. В общем, такой на академический стиль рассчитано всё. Давайте посмотрим небольшой фрагмент вашего выступления. Выглядит и звучит довольно необычно. А как сыгрались, как сыгрываетесь? Вообще тут зависит всё от свободного времени, потому что это у нас не работа, это наше хобби, можно так сказать. Поэтому мы ищем свободное время, когда оно есть у нас у троих. То есть у нас третий мальчик, который с нами играет, он студент ещё. То есть в большей степени отталкиваемся от него. Когда он свободен, мы приезжаем к нему на учёбу и перед его занятиями репетируем и занимаемся. А какие-нибудь сложности возникают при игре на таких несовместимых инструментах? Ну, есть только сложности по самой динамике. То есть очень время уходит на установку баланса. То есть если я, допустим, играю очень громко, то домрам приходится играть чуть тише, чтобы у нас появился звуковой баланс. Так как домры, они по природе громче, чем гитара. А вот в первые разы было сложно так совместиться или довольно быстро всё произошло? Первые разы были сложности в том, что у меня был другой инструмент, более тихо звучащий. И очень долго вот над этим убились. Но потом я нашёл себе более громкий инструмент. Как приходят идеи сыграть какое-то то или иное музыкальное произведение? Как они выбираются? Выбор зависит от того, что проще инструментовать, переложить для такого трио. То есть поначалу у нас были два произведения, которые мы сдавали на госэкзамене по окончанию музыкалища. Одно из них переложил я. Ну и вообще мы многие произведения слушаем, как исполняет оркестр. И если оно нам понравится, мы, конечно, можем тоже переложить. Ну, Диму переложит, а мы будем играть. Может быть, вы нам продемонстрируете какой-то небольшой фрагмент произведения? Конечно. Музыка. 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 Очень здорово. Что за произведение мы сейчас услышали? Это был сейчас такой некий у нас папурин на фрагменты произведений наших. Который мы играли на госэкзамене. Первая часть это была как раз вальс Андреева, моя красавица, которую Дима инструментовал. А вторая часть это произведение «Испанский танец Гранадоса». Да, Андрике Гранадос это пианист испанский, который написал этот испанский танец в пяти частях. И было переложение такое для гитары, испанского танца номер два «Ориенталь», для двух гитар. И мы переделали это на две домры и гитару. И появилось такое немножко подругое звучание и даже немножко, кажется, другой характер произведения. А у вас уже были выступления вашего трио где-нибудь в других городах? Ну вот в последнее время мы выступали пока по области, но в ближайшее время ожидается поездка в Северную Осетию, в Новый Кавказ. Город Владикавказ. И там мы будем исполнять два произведения. Да, там будет проходить молодежный фестиваль, то есть как бы такое объединение народа в Северной Осетии. И каждый представляет свою культуру. То есть они свою, мы свою. А от Рязани едете только вы или еще кто? Еще с нами едет балалайшник один, Андрей Верченко его зовут. Студент первого курса Рязанского музыкального колледжа. В общем, от музыкального колледжа едет пять человек. То есть трио наше, где от колледжа получается только студент Никита и мы. И два еще студента. Одна девушка из трейдницы, она будет петь. И мальчик-балалайшник Андрей. Как я понимаю, вы закончили музыкальный колледж, а ваш третий участник ансамбля все еще учится там. Как вы вообще познакомились? Это такая долгая история. Мы с этим студентом одно время не учились. Он перевелся из Новомосковского колледжа. Сам студент еще из себя представляет. Это очень талантливый такой исполнитель на Домбре. Он участвует везде, где только можно на конкурсах. Сейчас вот поедет на Дельфийские игры во Владивосток. Вообще все мы втроем познакомились в музыкальном колледже. Так у нас появился ансамбль. А сейчас мы тем же составом, по идее, играем в оркестре русских народных инструментов в МКЦ. Но все, соответственно, кстати, все мы играем на Домбрах. Никита играет на Малой Домбре, то есть на такой. Я играю на Альтовой, а Дима на Басовой. Можно пару слов про ваш оркестр, в котором вы играете? Оркестр народных инструментов под руководством Александра Ивановича Лаврухина существует уже 40 лет. В этот оркестр входят участники разных возрастов. Кто-то с самого основания, кто помоложе, кто-то даже после окончания музыкального колледжа приходит подыграть. Там очень интересно работать. Где-нибудь можно вас увидеть на городских площадках ваш оркестр? Вообще оркестр в основном чаще всего выступает в МКЦ в зале. Но иногда бывает на городских мероприятиях мы тоже выступаем, на почтовой, на Площади Победы перед МКЦ. Еще есть ознакомительная такая программа проводится для школьников. Это путешествия по оркестру. Собираются дети из различных школ в разных классах. И концерт проходит таким образом, что наш руководитель подбирает такие пьесы специально для ознакомления различными инструментами. То есть различные инструменты солируют домра, гармоника, гусли, балалайка и так далее. И еще подбираются такие произведения, где каждая отдельная группа инструментов звучит, допустим, дитали-карабейники. Дмитрий, Юля упомянул, что в оркестре вы играете на домре. Какими еще инструментами вы владеете? Ну, с раннего возраста я был вообще самоучкой. То есть осваивал несколько инструментов. Ну, начинал, конечно, с обычной гитарой, потом перешел на электро, так и бас. Еще освоил ударную установку. В музыкальную школу я пошел в 17 лет. Чисто ради того, чтобы освоить нотную грамоту. Но потом втянулся в это, поступил в музыкальный колледж и дальше не заметил, как мое хобби перешло в профессию. Юля, а вы? Ну, у меня история, на самом деле, очень интересная. Пять лет назад, когда был юбилей оркестра, 35 лет, я пришла на этот концерт просто послушать. И мне настолько понравилось исполнение на инструментах, что я захотела тоже там играть, но понимала, что у меня нет ни музыкальной школы, ничего, и нот я вообще не знаю. Но решила попробовать подготовиться и поступить просто в музыкальный колледж. У меня получилось, я поступила, и, собственно, цель у меня была попасть в этот оркестр. И когда я уже освоила инструмент, то меня пригласили играть в этот оркестр, и вот я до сих пор там работаю. А какими инструментами владеете? Ну, я играю на домре, раньше занималась на гитаре самоучка, и вот в последнее время хожу заниматься на маршевый барабан. Есть какие-то планы по увеличению состава вашего трио или какие-нибудь творческие планы? Да, вот как раз-таки все наоборот. Мы склоняемся к тому, чтобы, наоборот, минимализировать наш состав, чтобы показать, что можно таким составом исполнять оркестровые произведения. То есть есть возможность перекладывать их, то есть удивлять именно этим. А какие-нибудь еще творческие планы, еще какое-нибудь необычное совмещение инструментов? Ну, пока не предвидится. Единственное, что мы хотим попробовать, у нас вот наш третий участник, он параллельно еще играет на четырехструнной домре. Он окончил, так сказать, крымскую школу, владеет этим инструментом. Была задумка попробовать просто поменять у него инструмент, то есть оставить гитару малую домру, и у него будет вместо малой домре просто четырехструнной. Да, так как у ней диапазон больше и самих вот возможностей более. Были еще идеи попробовать солиста позвать, который будет петь с нами. Но это пока только все в планах, пока этого ничего еще нет. Большое спасибо вам, что стали нашими сегодняшними гостями. Удачи вам в развитии вашего трио, творческих успехов. А может быть, напоследок вы порадуете наших телезрителей какой-нибудь музыкальной композицией? Хочу бы, нет. А я напомню, в гостях у нас были участники инструментального трио «Сильвуплет» Дмитрий и Юлия Пятницкого. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!